всем привет мои дорогие друзья добро пожаловать на мой канал светлана рай на даче дорогие мои друзья сегодня у нас 5 января продолжаются наши новогодние праздники конечно мы уже все устали от обильной еды а кушать же все равно надо и сегодня я хочу приготовить очень простой легкий вегетарианский суп из тыквы я такой суп люблю потому что он и энергией заряжает и дают легкость одновременно питает напитывает организм витаминами дорогие друзья очищает организм это самое главное так как я веду здоровый образ жизни и никаких возлияний на новый год не делала там конечно были очень негативные комментарии дорогие друзья которые пишут этот коми эти комментарии прошу вас вы не утруждайтесь зря я давно привыкла к негативу и этот негатив от себя научилась отводить вы только портите себе карму пишите такие негативные комментарии пожалейте себя дорогие друзья настроение у прекрасная голос тоже и сегодня мы будем готовить с вами настоящий тыквенный суп здесь я уже подготовила смотрите картошечку нарезала ее морковь морковь вот смотрите морковь я всегда готовлю с осенью брикетами это очень очень удобно вот так замораживаю и вы знаете вот плюс этой заморозки не надо не чистить приехал быстренько отрезал этот брикет брикеты получаются такие длинненькие я уже положила холодильник я вам кстати показывала как я делала по осени она замораживала морковь свеклу потому что у меня нет погреба и все это я делаю замораживаю морозильной камере морозильная камера у меня огромная большая позволяет хранить много заморозки и конечно же я приготовила вот такую замечательную свою желто-оранжевую тыкву дорогие мои друзья я разрезала ее пахнет она превосходно вкусная ароматная замечательная нарезала вот одну головку лука одну головку лука еще нам конечно потребуется прованские травы или любые другие травы типа хмели-сунели вы можете по своему вкусу и добавлять любые укроп укроп и сливочное масло немножко сделать поджарку вместе с растительным вот у меня уже закипает вода вода закипает в кастрюльке объем супа я не буду делать большой чтобы он у меня такой был густенький типа как суп пюре и так дорогие мои друзья сейчас я вам покажу уже закипает вода вот здесь я приготовила сковородочку положил налила немножко растительного масла и маленький кусочек сливочного сейчас это для поджарки поджарку мы будем добавлять немного томата томатной пасты концентрированной так как мои томаты вот в декабре уже закончились а сейчас я буду опускать картофель и нарезанную кусочками тыкву опустила картофель я сейчас немного подсолю воду а вот сюда значит сковородку уже положила лук брикет с морковкой сейчас поставила пока максимальную температуру сейчас немножко нагреется сковородка и я выключу до единицы до единицы и накрою крышкой и на таком слабом огне у меня будет делаться моя поджарочка когда уже припустится морковь и лук я добавлю сюда томат пасты вот итак я уже здесь нарезаю тыкву картошечка у меня уже закипела дорогие мои друзья так и хотела разговор кстати продолжить про комментарии про негативные дорогие друзья еще раз хочу сказать негатива на своем канале я не потерплю всех негативщиков всех хамов я отправляю в бан не задумываясь просто отправляю вас бан и желаю вам всего 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 того что вы мне желаете миллион раз больше дорогие друзья отправляю вам все то что вы написали мне во сто в миллион раз больше итак а моим любимым подписчикам и зрителям моего канала которые пишут прекрасные комментарии после которых хочется жить и работать дорогие друзья огромное спасибо огромное спасибо огромное спасибо что вы находите время пишите комментарии забегайте на мой канал вот огромное вам спасибо всем вам счастья здоровья добра мира а вот не будем думать о негативе зло всегда наказуемо вот дорогие мои любимые подписчики продолжаем готовить суп пюре из тыквы целебный очень полезный и очень вкусный вы сами почувствуете вот когда будете его вкушать после вот этих праздников потому что кстати я забыла вам сказать что я готовила на новый год но как всегда стандартно у меня селедка была под шубой горячая запекала мясо в духовке с картофелем не было времени даже показывать его честное слово и торт наполеон делала это вот такой набор который я всегда всегда каждый новый год делаю это моя традиция итак отправляем нашу тыкву в кастрюльку отправляем тыкву освещение знаете здесь на кухне не очень у меня хорошая на старом как ты телефоне была лампочка здесь я еще не мог понять как и что делать так ну вроде бы вам все видно дорогие мои друзья слушайте много жидкости мне это не нравится я сейчас вот эту жидкость немножко немножечко уберу уберу значит поджарка покажу поджарка продолжает здесь готовится сейчас 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 мои любименькие вот морковочка вот так я когда ставлю на единичку на единичку ставлю и оно томится пропитывается маслица морковка морковка отдает все витаминчики сюда и будет у нас замечательная заправка для нашего супа пюре вот сейчас морковочка еще немножечко дорогие друзья не видно вам наверное еще чуть-чуть вот так вот еще чуть-чуть потомиться я сюда добавлю томат паста концентрированная вот столовую ложку да немножко сахара буквально щепотку для усиления вкуса для усиления вкуса чтобы не кисло было можно 2-3 щепотки смотрите по своему вкусу немножечко сейчас здесь поперчим сейчас садим марку сразу сразу я здесь перчи так 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 вот кстати сегодня я ездила на дачу Вы знаете, на дороге все переполнены, такие у нас пробки на дорогах, вереницы просто едут на отдых, вереницы, но в нашем направлении на дачу никого не было. Дорога была расчищена, я там одна денюшенька была, забежала, попроведала, немножко отгребла, тут расчистил дорогу. Тем, кто расчистил дорогу, нашу сторону огромная благодарность, спасибочке, спасибо. Я раньше одна все время там чистила дорогу, такую огромную, сейчас у меня уже таких сил нету. Раньше были силы больше, была я моложе, а сейчас таких уже сил нет. Такую, там, не знаю, метров, наверное, 400, ну, может, метров 300 нужно от развилки прочистить хорошо дорогу. Но кто-то хорошо машина прошла, прочистила, я так была довольна, доехала, посмотрела и назад поехала еще и погуляла. Вот, к седьмому числу поеду в ту сторону, немножечко в другое место, покажу вам те места, где я хочу погулять, где я гуляю всегда. Вот, очень красиво, там такие елки наряженные, покажу все вам, дорогие мои любимые зрители. Ну, а сейчас продолжаем готовить суп, добавляю томат-пасту, томат-пасту, так, немножечко добавляю сахара, я решила добавить чайную ложку, потому что довольно-таки много, ой, закипела моя пекла, закипела пекла, сейчас мы это все перемешаем и переключаю огонь на минимальный совсем, потому что, когда томат, делаем обжарку с томатом, с томат, здесь надо смотреть, чтобы не пригорела, не пригорела наша поджарка, а протомилась, скажем так, очень хорошо, так, сейчас мы пострелку поставили, переключила, сейчас покажу, переключила, видите, уже закипела наша тыква, переключила ее на единичку, на единичку, так, сейчас, и сейчас сюда вот поджарку я добавлю прованские травы. В этом супе, дорогие друзья, вот у меня, к сожалению, добавила немножко хмели-сунели, вот, хмели-сунели, и немножко добавлю аджики, аджики, она тоже сюда подойдет, подойдет, вот. Знаете, дорогие друзья, в поджарке не хватает сладкого перца, вот нет у меня заморозки сладкого перца, да, ну, как-то вот так у меня получилось, может и есть, я даже и не помню уже, потому что вся морозилка забита, и не знаешь, где уже, что там лежит, вот, и сейчас оставляем это томиться, на единичке, под крышечкой, тыква наша варится, варится, вот так. Итак, наша поджарка готова, наша поджарочка готова, вы знаете, вместо перца сладкого, если у вас его нет, можно добавить сухой сладкой паприки, это будет тоже очень вкусно и очень хорошо, вот, убираю я с плиты, отставляю, отставляю, так, пока закрываю крышкой, пока закрываю крышкой, вот так вот. Вот, и сейчас уже скоро сварится тыква. Добавляю, дорогие друзья, уже там размягчилась тыква, картошка, немножечко, пол чайной ложечки тмина. Тмин даёт прекрасный вкус, тыква с тмином сочетается, а самое главное, дорогие друзья, это огромная-огромная польза. Тмин вам поможет очистить ваш организм, привести в порядок все там ваши, скажем, процессы в организме, очень будете легко себя чувствовать. Итак, я добавляю тмин, добавляю тмин. Сейчас посмотрим. Ух, какой аромат идёт! На кухне и тыквенный, картофельный аромат. Прямо красота! Прямо вкуснота! Ну, пусть ещё немножко размягчится, чтобы очень мягкая была тыква, чтобы нам пюрировать было её очень хорошо. Дорогие друзья, если у вас есть густые сливки, 33% или 20%, возьмите вот такую кофейную чашечку, и когда вы будете пюрировать суп, влейте туда сливки. Это придаст вашему супу непревзойдённый будет аромат. Аромат просто будет замечательный. Но если у вас нет сливок, пойдёт и так. Только при подаче можете добавить густую сметану, 20% или 15%. Уже смотрите там сами, какую вы любите. Вот, но именно тыквенному вкусу придаёт вот эти молочные продукты, сливки, сметана. Замечательный, очень вкусный вкус. Вот вы не представляете, сейчас здесь такой стоит аромат. Во-первых, очень вкусно пахнет поджаркой, очень вкусно пахнет картошкой. Уже вот готовая, когда картошка уже готова, и тыква, вот этот прекрасный аромат. И сейчас мы с вами убавим огонь, убавим огонь, сделаем поменьше. Сейчас вот она немножко закипела, огонь чуть-чуть подостынет, и мы будем пюрировать наш суп. Итак, я уже пюрирую суп, а делаю я не блендером, а вот таким вот обыкновенным. Сейчас покажу обыкновенное. Вот, вот, дорогие друзья. Горячая такая. Обыкновенная вот такая вот толкушка, скажем так, быстро, просто, примитивно, скажем так. Вот. Сейчас мы это все хорошенечко... Ой, такой аромат прямо вообще. Не обязательно уж прямо так, скажем, да совсем уж пюре протирать до детского, скажем, пюре. Вот, вот, немножко размяли. Так. Размяли нашу тыковку. Теперь отправляем туда нашу поджарочку. Поджарочку отправляем. Итак, поджарка опущена. Цвет получился вот такой красивый. Так, сейчас я добавлю. Добавлю. Дорогие друзья, немного укропа. Тыквенный суп любит укроп. И я тут посмотрела по вкусу. Все-таки я хочу добавить и добавить еще немножечко аджики. Люблю немножечко поострее, по концентрированию суп такой. Вот. Ой, ну такой густой получился. Густенький супчик, наваристый. Вот. Все компоненты очень полезные. Очень полезны для нашего здоровья. Суп просто бомба. Витаминная бомба. Итак, сейчас он постоит минуточки-две и будет готов окончательно. Итак, ароматный супчик готов. И сейчас мы будем снимать пробу, дорогие друзья. Итак, пробуем супчик. Вот такая консистенция. Довольно-таки густой получился. Очень вкусный, ароматный. Сейчас попробуем. Слушайте, очень вкусный суп. Кто любит более томатный вкус, я не стала портить тыквенный вкус, можете добавить. В общем, все компоненты я делаю, дорогие мои друзья, на глаз. На глаз. Уже долгое время. Конечно, обязательно добавьте сметаны. Этот суп любит сметану или сливки. И вкус будет просто потрясающий. Такой супчик можно есть сколько хочешь. От него не поправишься, а только очистишься, зарядишься витаминами на целый день. Дорогие друзья, потому что здесь очень много моркови. Моркови я кладу всегда много. Вот томата можно было бы побольше положить. Очень вкусно. Очень вкусно. Горяченький, ароматный. Тмин играет своим ароматом и придает такой неповторимый вкус этому супу. Ммм, очень вкусный. Итак, мои дорогие друзья, всем приятного аппетита. Кто готовил со мной вместе суп, очень получился замечательный супчик. Всех вас люблю. Всем желаю здоровья, мира, добра и всем пока-пока. До новых встреч. Скоро увидимся.